Дорогие друзья, сейчас я прочитаю вам две поэмы из книги «Твоя страна счастливая» известного бразильского поэта, театролога, общественного деятеля Антонио Миранда, которые достаточно ярко, достаточно объемно представляют содержание этой книги. Первая из этих поэм называется «Забили Вала». Речь идет о сатирическом видении этого потребительского аспекта современного общества, которое существует в любой стране мира, я так думаю, что не только в Бразилии, но и в России. И припосредствии этой поэмы автор осуждает это общество, он показывает, что не все продается, не все покупается, и что хотя каждая вещь имеет свою цену, все-таки должны существовать какие-то общечеловеческие бесплатные ценности. Итак, «Забили Вала». Забили Вала и разрезали на куски. Дали каждому имя и продали в лавке мясной. Сняли крышки с кастрюли, отключили в жилищах газ. Через пару часов пережевывали его тысячи торопливых и самодовольных зубов. Твой кусок лучше всех. За него много денег ты заплатил со своими женой, детьми, собакой, кошкой. Затем ковырялся в зубах и покурил сигаретку. Бормочет радио, светятся светлячки. Отражается небо в проблемах пищеварения. Солнце встает, инструменты рабочие собраны, и петух со стены прикидывает дистанцию. Заспанная жена подает тебе кофе. Дома твоего района все одинаковые, прямоугольные. В твоем городе или деревне есть двери, фасады, углы и крыши. Твой сосед поздоровался, крестница убирается в доме, и сам ты скорее покорен, чем счастлив. Коль скоро это твой дом, и твои несчастья, и супруга тоже твоя. Твой дом, словно дерево из земли, растет, расцветая, а ты в нем гниешь. Твои дети тебя оставили, ушли в армию, поженились, их съели и сделали им обрезание. Ты куришь и ковыряешь в зубах. Закипают кастрюли, курица яйца несет, ты строгаешь детей, рабочие трудятся, деньги растут. И тогда-то ты ищешь жену и лучшего друга, любимого сына и мать, чтобы спастись, только все они заняты, очень заняты и дают советы. А ты в одиночестве, каждый тебя жалеет и предлагает чашечку кофе, объятие, тайное тело, или с тобою меняется, или тебе продается, навязывается и угрожает, под стражу берет и сдает в аренду. Вот так и живешь. Истощается память, и жизнь иссякает, и гаснет любовь. Самоубийство тебя не спасло, и твой плащ в темноте не вернул любимое существо. Жизнь тебе не дала то, что хотел. Добрые стали злыми, а злые добрыми. Твоя курица сдохла от кладки яиц, твоему дому нужен ремонт, а рубашка, которую с радостью и так дорого приобрел, уже старая, выцветшая, ирбанная, грязная и немодная. Ты реагируешь и покупаешь другую рубашку, которая тоже приходит в негодность, и покупаешь еще одну. Супруга ушла, умерла, вышла уже за другого, а может живете, страдая по-прежнему вместе. Вы копите деньги. Крузейру, Сентаву, мелочи. Приходят старость и изоляция. Тишина, паралич, слепота, одиночество, дети терпят, дома престарелых и милостыня. А газеты твердят, дескать, счастлив мир с его небоскребами и ракетами, партиями и праздниками. Товары тебе продают, выдают из доверения, документы, записки, посты, подорожные, тюрьмы и астракизмы. И ты заражаешься этим. Твой Бог единственный во Вселенной. Твое семейство единственно стоящее. Твоя Родина лучшая на планете. Твоя команда обязана стать чемпионом. Твой кандидат должен выиграть выборы. Твой оптимизм питается фейерверками, нефтью, шампанским, виски и водкой. Объятия, крики, знамена, декреты и обмороки. Только ты недоволен. Это отлично, а это прескверно. Если природа твой враг, ты ее укротишь. Если сосед твой враг, ты прикончишь его. Если сам ты не прав, то придумаешь оправдание. Будут у каждой вещи имя и собственник. Будут законы, каноны и гимны и торжества. Пусть несогласные против тебя ополчатся. Если не веруешь в Бога, достоин смерти. Женщину, что не любит тебя, принародно сожгут на костре. Так ты решил, значит, быть посему. Пусть несогласные вооружаются, ибо правда не стоит сама по себе ни гроша в твоем мире. Твое слово – закон. Твоя воля – необходимость. Лишь для тебя этот мир – холодильник, ТВ, твой диплом, твое имя, и этим ты счастлив. Развивается твой народ, и растут потребления энергии, деньги, усилия коллективные, выстроенные стены. И так забили вола, и разрезали на куски, дали каждому имя и продали в лавке мясной. Открываются крышки кастрюль, и огонь полыхает в печах, а затем пережевывают его эти тысячи торопливых и безразличных зубов. И другая поэма, которая тоже по-своему представляет эту книгу, только представляет другой ее аспект, более лирический, более общечеловеческий. Это поэма «За целостную любовь», которая представляет, скажем так, этот спектр человеческих отношений в контексте чувственной сексуальной революции конца 60-х годов. И здесь я хочу напомнить, что книга была написана в 1969-70-м годах по горячим следам парижских событий во Франции, по горячим следам пражеской весны, по горячим следам сходных событий, которые произошли в Бразилии и в других латиноамериканских странах, когда молодежь протестовала не просто несогласная с существующим укладом жизни, но ненавидя, по-настоящему глубоко, искренне ненавидя этот уклад жизни, стремясь к его переустройству, стремясь к новому, более справедливому, более чистому, более, я бы сказал, более естественному обществу, которое следовало бы человеческому инстинкту, человеческому чувству, человеческой повседневной логике, а не каким-то там доктринам, философиям, религиозным, политическим и другим воззрением, навязанным сверху. И этот протест молодежи и населения в целом против буржуазных ценностей, против капиталистической системы, как таковой, на рубеже 60-70-х годов, вылился в целый ряд новых общественных форм и, в частности, породил так называемую сексуальную революцию. Вот как видит этот момент Антонио Миранда. За целостную любовь. Чувствовать себя на пределе. Вся жизнь в кулаке. И сделать еще один шаг, приступить, одним лишь жестом сдвинуть Вселенную с места, одним лишь словом любым дать истории новый курс, поскольку символ сплачивает людей, слово же сводит их к равному уровню, знать, что завтра не существует, что вчера лишь иллюзия, и, тем не менее, жить в этом мире, стать самим временем, сделать реальными вещи, в том числе невозможные. Человек любит все вещи на свете, индивидуализирует их, отражается в них и любовью себя исцеляет. Любовь – невозможная вещь, уравнение без результата, недостижимое равновесие, но человек любит, потому что любовь вне пространства, не знает границ, потому что любовь вне времени. Любовь любит в общем, а не по частям, потому что даже если приходит в свой срок, она больше, чем время. Потому что любящая любовь есть минимальное общее множество всех вещей, непрерывная линия горизонта, вечное обновление. Смочь любить во имя самой любви и не ждать от нее ничего, кроме любви. Знать, что любовь воплотившись, больше не существует, превосходит саму себя и все-таки рисковать. Просто любить. Любить даже без всякой возможности, за пределами жеста и вне момента, спрашивать, не ожидая ответа. Любить всю Вселенную в одном существе, измеримом, условном. Отобразиться в нем, заразиться им, потеряться в нем полностью и так глубоко, чтобы всякие доводы стали излишними. И любая разумность, невыносимая, свобода. Таким образом, я представил вам два фрагмента из моего перевода книги «Твоя страна счастливая» бразильского поэта Антонио Миранды. И, завершая нашу беседу, я хотел бы предложить вам для более подробного, более глубокого ознакомления как с этой книгой в ее электронном формате, так и с другими произведениями Антонио Миранды, которые были мной уже переведены на русский язык. Я предлагаю вам посетить его личную страницу в интернете, адрес которой будет показан ниже в субтитрах нашего видео. И, как говорится, приятного чтения. Спасибо.